Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа подробностей. Сегодня подробнее мы говорим о проекте «Про кофе в Гала». Сегодня у нас в гостях директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Мы присутствовали уже на некоторых мероприятиях, которые вошли в данный проект. Если можно, расскажите, как вообще зародилась идея вот такой огромный проект с таким большим количеством различных мероприятий устроить у нас в городе? Хороший очень вопрос. На самом деле мы в числе огромного количества мероприятий и грандиозных проектов, которые проводят музыкальные организации, концертные филармонии, театры по всей стране. И все это под эгидой правительства Российской Федерации. И спасибо маэстро Валерию Гергиеву за эту инициативу о проведении года Прокофьева. Хоть и не очень официально объявлен, но вот так объявлен во всеуслышание им и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, мы не могли пройти мимо этой даты. Сергей Сергеевич Прокофьев – один из гениев, которого дала наша страна в XX веке всему миру. И наряду с Дмитрием Шостаковичем музыка Прокофьева сейчас одна из самых исполняемых в мире. Для нас этот проект сколь интересен, столь и ответственен, потому что рассказать о творчестве, о самом человеке, о такой глыбе, как Сергей Прокофьев, с одной стороны сложно, а с другой стороны просто, потому что о нем очень много написано. Сам Сергей Сергеевич написал дневники, они изданы в трех томах. Это можно все, все это в доступе. Музыки очень много, которую исполняют дети в музыкальных школах, и произведения находятся в репертуаре самых именитых исполнителей. И все это идет под эгидой того, что музыка Прокофьева сейчас настолько нужна, настолько необходима и актуальна, как будто вернулось все через век спустя. 125 лет с дня рождения, а начал он писать в 20-летнем возрасте. Он в 20-летнем ворвался в мир музыки с оригинальностью, свежим языком, совершенно новым, кому-то непонятным языком. И пытался сломать стереотипы, пытался сломать красивости. Он никогда эти красивости не любил, и в то же время наполнил музыку свежестью, любовью, красотой мелодики. Потому что у него в учителях были такие, как Танеев, Глиер, Римский, Корсаков. И он ворвался, как композитор солнца. Вся музыка проникнута солнечным теплом, и Константин Бальман, поэт, так и назвал, солнечным богачом, назвал этого композитора. И такое ощущение, что он всей своей музыкой хотел согреть и объять человечество, и защитить от всех невзгод. Для нас этот проект, проект как миссия еще раз познакомить наших зрителей, наших слушателей с музыкой Прокофьева. Может быть, по-новому. Поэтому мы уже с момента подготовки, а это уже с Нового года у нас, с момента подготовки мы находимся в состоянии эйфории. Потому что придумали не просто провести концерты в концертном зале, и выбрали для этого самое популярное произведение Сергея Сергеевича. Я о них чуть попозже, об этих концертах расскажу. Ну и решили наполнить концертную жизнь в этот день, в день рождения. Это завтра предстоит весь праздник жизни, музыки, солнца, искусства. Наполнить еще и оффлайн-программой. Мы не раз уже проводили онлайн-арт-проекты, когда студенты училища рисуют музыку, живую музыку. И вот вчерашнему арт-проекту предстоит лекция, рассказ о том, что мы будем рисовать. А рисовали мы музыку к балету Ромео Джульетте. И вчера особое такое ощущение, настроение. Мне так и хотелось в краски, в живописи перенести ритмы, мелодику. Именно ощущение от гениальной музыки Прокофьева. Но хотелось это какие-то особые, даже краски просились на холст, особые движения. И нам не хватало, как только перерыв был в звучании оркестра, нам не хватало музыки. Это мы сразу ощутили, хотя и не художники. И сейчас у нас этот холст, наш совместный, это студенты училища. И мы, сотрудники филармонии, приняли участие. Это наш холст будет нам напоминанием о том, что мы можем не только организовывать концерт, а сами творить. Далина Николаевна, насколько я знаю, то действие, которое мы наблюдали вчера, то, как вы рисовали, это всё должно было происходить на улице, перед главным входом в филармонию. Погода немножко принесла свои коррективы. Вот с вашей точки зрения, несмотря на это, всё удалось? Удалось так, как вы хотели? Какое послевкусие осталось после того, что было вчера? Нам удалось, конечно. Мы с вами участники проекта. Нам просто хотелось большее количество людей, которые чувствуют в себе не столько призывание, а сколько потребность выразить не только быть слушателем, а и потребность выразить свои ощущения в красках или в другом каком-то виде творчества. Хотелось, чтобы просто были участниками. Но действительно погода так внесла свои коррективы, и у нас получилось, что участниками проекта стали только студенты училища. 23 апреля, в день рождения великого композитора. Именно в этот день какие мероприятия пройдут в филармонии, если кто-то из рязанцев ещё не знает, может быть, сейчас услышит и захочет принять участие в них? Если говорить о завтрашнем проекте, то, конечно, лучше сказать о центровой части. Центрально главным героем будет музыка Прокофьева. Вот я три концерта уже назвала. Мы так их назвали. Классический, романтический, скрипичный и романтический, потому что всё-таки «Роман Джульетта» – это сюжет о любви. А откроет вообще весь этот проект такой уже ставший для нас любимым событие, как виртуальный концертный зал. И всё тот же маэстро Гергиев. В 11.30 начнётся концерт и прямая трансляция этого концерта из Московской филармонии, концертного зала Чайковского, где оркестр Мариинского театра под управлением маэстро даст большой концерт из большого количества произведений с солистами. И всё это посвящение Прокофьеву. В этом же, в камерном зале нашей филармонии всё это начнётся. И дальше камерный зал будет работать как кинозал. Потому что работа Сергея Сергеевича Прокофьева над музыкой и кинофильмом таким известным, который, может быть, кто-то не знает, поручики же, но все смотрели хоть один раз, и, может быть, какой-то фрагмент, но обязательно видели фильм Александра Невския и знаменитого Зинштейна. И работа над музыкой к этому фильму стала уже такой, знаете, энциклопедической, потому что как Покадрово писал, прописывал Прокофьев, например, сцену, бой, ледового побоища, это вот стало хрестоматийным, вошло во многие учебники, не только во музыкальной литературе. Вот в перерывах между концертами мы не только рисовали музыку Прокофьева, но и будем играть и не только на сцене, но и учащиеся детских музыкальных школ города Рязани представит нам своё видение исполнения музыки Прокофьева. И многие пьесы из его альбома «Детская музыка» прозвучат в исполнении детей в фойе филармонии. Ещё одна грань – это вторая страсть Прокофьева, как и любовь к шахматам. Мы не могли обойти её стороной и устроили шахматный турнир имени Прокофьева. Он будет проходить целый день на втором этаже нашей филармонии вместе с шахматной ассоциацией города Рязани. И шахматисты от школьного возраста до взрослого сразятся в этом турнире. И мы, естественно, объявим победителей. Галина Николаевна, большое спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию, так подробно всё рассказали. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы просвещаете. Да, для нас это очень важный просветительский проект. Я ещё раз прошу всех рязанцев в 14.00, прошу на первый концерт из целой серии концертов, в 14, в 16 и в 18, очень удобные для запоминания цифры времени. Я прошу всех в зал филармонии для того, чтобы достойно всем россиянам отметить такой славный юбилей нашего гениального соотечественника. Действительно, здесь, наверное, можно сказать, что лучше один раз. Да, увидеть и услышать вживую. Чем вот об этом разговаривать. Ещё раз спасибо. Я надеюсь, что недостатка в слушателях у вас завтра не будет. Ну а сегодня мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Желаем вам всего самого доброго. Слушайте классическую музыку, получайте от этого удовольствие, смотрите наш телеканал. На этом у нас всё. Всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова